всем привет спасибо что решили провести этот вечер в компании леви 9 и с нашими дорогими спикерами пару сразу и организационных вопросов напишите пожалуйста плюсики в чат если все слышно видно что все хорошо с технической точки зрения мы были уверены что можно продолжать отлично да плюсики пошли класс супер так второй момент второй момент по поводу спикеров хотел тоже сразу вначале сказать я знаю что вам приходило письмо про вебинар сегодня и у нас сегодня будет три спикера они как было я ранее заявлено 4 антон каминский инзвинра к сожалению по рабочим вопросам сегодня не смог присоединиться к нам вот но есть хорошая новость что мы все-таки хотим делать серию вебинаров на тему клиентского опыта и соответственно если тема зайдет если это все будет интересно то следующий раз антон обязательно поучаствует да и последний такой организационный момент по поводу вопросов то есть у нас есть чат здесь зуме я думаю что все его нашли соответственно если у вас есть вопросы организационного плана или по контенту когда спикеры будут рассказывать то пожалуйста пишите в чат я буду вопросы отслеживать и соответственно в конце презентации мы будем обсуждать со спикерами эти вопросы и я надеюсь что мы ответим на все вопросы которые будут хорошо да с организационными вопросами закончили двигаемся дальше давайте я представлюсь кратенько меня зовут алексей волков я работаю в компании леви 9 порядка 7 лет занимая позицию деливери директора и наверное несколько лет назад у нас на уровне компании мы определили что клиентский опыт построение качественного клиентского сервиса улучшение этого сервиса является нашей одной из ключевых одним из ключевых элементов нашей стратегии вот и мы определили что у нас в каждой локации в каждом деливери центре будут ребята которым это интересно которые будут за это как-то отвечать драйвить это направление соответственно я занимаюсь этим направлением киеве до двигаемся дальше что касается самой темы до клиентского опыта я думаю что вы точно отметили заметили что последнее время эта тема очень стала популярна она развивается в львовской бизнес-школе есть целый курс по сервису в киевомогилянке тоже есть краткосрочная программа по сервису недавно только отремела customer experience management конференция которую организовывала key group то есть в принципе очень-очень много на данный момент уделяется внимание построению клиентского сервиса улучшению клиентского сервиса и из того что мы видим до большинстве своем до во всех вебинарах на этих конференциях очень много рассказывают про построение успешного клиентского опыта в основном направлении b2c также то что мы заметили это то что большинстве своем это компании не из айти или если это айти то это не такие как бы скажем классические какие-то продуктовые компании не аутсорсинговые компании есть есть доклады где ребята рассказывают про это но и значительно меньше вот и соответственно мы вот но это одна из причин почему мы решили организовать серию подобных вебинаров чтобы как-то вот затронуть эту тему и если она станет интересной то приглашать больше ребят из непосредственно айти да из каких-то продуктовых компаний из аутсорсинговых компаний и говорить именно про построение клиентского опыта построение клиентского сервиса именно в разрезе b2b то есть в разрезе когда компания представляет какой-то сервис по отношению к своим клиентам то есть мы здесь не говорим про user experience мы здесь не говорим да про работу со стейкхолдерами все эти вещи да которые очень активно обсуждаются сейчас в интернете очень много контента на эту тему на тему кросс культурных коммуникаций на тему работы со стейкхолдерами и так далее и так далее а именно вот посмотреть немножечко вот в другую сторону вот это было такое кратенькое вступление да о чем почему и зачем как я сказал у нас сегодня будет три спикера и первым спикером будет мария братенко из хилтона нам кажется что вот тот сервис да тот клиентский опыт да который мы испытываем в отель в отеле в отельной индустрии да он где-то является таким показательным да с позитивной точки зрения как мне кажется особенно если мы говорим про какие-то отели высокого уровня и я читал недавно одно из исследований то вот именно в отельной индустрии скажем так вот этот гэп между ожиданиями которые сервисы долг получите и хотите получить и тем сервисом который отельный бизнес предоставляет он минимальный в отличие там от других индустрий вот поэтому прошу любите жаловать маша тебе слово и я тогда ухожу на мьют и включая видео чтобы уже ты рассказывала всем добрый вечер прежде всего да хочу поблагодарить компания леви 9 в лице алексея за возможность принять участие сегодняшней конференции и конечно же вас всех слушателей что присоединились к нам вечером думаю после рабочего дня это очень требует уважения и спасибо огромное за то что вы хотите уделить это время расширить свои знания свой опыт для того чтобы делать этот мир лучше и отношения между людьми клиентами партнерами коллегами лучше так понимаю опять же что все после рабочего дня постараюсь не быть краткой и максимально полезно сейчас постараюсь пошарить с вами экран и свою презентацию так скажите мне видно ли отлично все супер значит тогда начинаем значит как сказал алексей буквально два слова обо мне да почему я могу говорить о клиентском опыте потому что я более десяти лет работаю в сфере hospitality гостеприимства туризма и это все что связано с работой с клиентами это с поставкой сервиса с предоставлением услуг это работа с клиентами поэтому это коленский сервис каждый день и клиентский опыт каждый день и частности сейчас я работаю в отеле хилтон на позиции корпоративного sales account менеджера то что опять же помянул алексей в принципе я могу сказать и обе туси и обе тубе вот этой вот поставки клиентского сервиса клиентского опыта а когда меня пригласил алексей поучаствовать в конференции я честно говоря долго думала на чем же сосредоточиться о чем поговорить потому что спектр возможностей поговорить о клиентском опыте в контексте отеля почти безграничны мы сталкиваемся с этим каждый день ежесекундно ежеминутно поэтому я решила так как меня пригласила идти компания далее в девять я решила поговорить о клиентском опыте в контексте современных цифровых технологий в контексте нашей эпохи диджитализации и проанализировать каким образом имплементируются самые базовые ценности хилтон они по сути неизменно жить на протяжении 100 лет и как вот они имплементируются как они видоизменяются в нашу современную эпоху и соответственно исходя из этой мысли я построила свой доклад следующим образом буквально вводное слово о сфере гостеприимства как представлен хилтон в мире и как представлен хилтон в киеве буквально два слова о времени диджитализации почему наша эпоха считается эпохой клиентского опыта по праву и далее мы пройдемся по ценностям хилтон и тем новаторским решением которые предлагают хилтон и конечно же всегда хочется сказать очень много поэтому буквально один слайд я оставила на какие-то инсайты которые были важны для меня в свое время и я хочу хотел бы поделиться с вами надеюсь что они вам тоже будут полезны и будут естественно рада ответить на ваши вопросы итак гостеприимство сфера гостеприимства она очень часто полностью отождествляется ассоциируется с отелями но это не только отели в принципе в современной отечественной зарубежной литературе этот термин довольно таки широкий и сводится к тому что это предпринимательская деятельность основана на умении и искусстве принимать клиентов потребителей услуг потребители услуг разных гостиничного туристского экскурсионного ресторанного и иных форм и видов бизнеса то есть везде где в принципе идет контакт с клиентом это все сфера гостеприимства и как мы видим на этой картинке она естественно включает себя очень большую часть нематериально нематериальной составляющей нематериального опыта то есть это очень много чувств эмоций впечатлений это то что формирует этот клиентский опыт и то к чему сегодня мы будем я уверена что не только я но и другие спикеры будем возвращаться не раз среди лидеров индустрии гостеприимства конечно же стоит выделить конрада хилтона это основатель сети хилтон чьи идеи по сей день играют очень важную роль в гостиничном деле а гостиничная сеть хилтон на сегодняшний день является олицетворением гостеприимства и эталонного сервиса отельных услуг мы представлены более чем 118 странах более чем шестью тысячами отелей и 18 брендами что тоже как бы очень важно интересно так как эти бренды разно сегментированы то есть мы представлены как от пяти звезд лакшери до трех звезд апартаменты а это соответственно тоже разные клиенты разные клиентские группы потребности запросы интересы и соответственно как они реализуются тоже всегда по-разному а поэтому вот такая вот тоже как бы диверсификация миссия хилтон стать самой гостеприимной компании в мире обеспечивая душевное обслуживание нашим гостям реальные возможности сотрудникам большую прибыль владельцам и позитивное влияние в наших кругах общения и представлены хилтон пока единственным отелем он находится в киеве на бульваре шевченко в прошлом году мы праздновали красиво очень пять лет в этом году нам тоже 6 а вот но мы все равно стоимся самым новым отелем 5 звезд с широким спектром сервисовый услуг очень красивым с прекрасными номерами ресторанам спа конференциалами поэтому всем добро пожаловать буду рада видеть лично в частных как гостей как клиентов идем дальше и так время диджитализации это такая банальность и скажем тогда которая неоспорима это то что есть и в эпоху таких быстрых изменений бизнес не может работать по старым моделям он должен меняться иначе есть большой риск остаться позади конкурентов а то и вовсе стагнировать поэтому компании большие маленькие любые просто должны принять новые правила игры и испытать на себе процесс диджитализации конечно же разумное использование цифровых технологий приводит к повышению производительности компании улучшение опыта взаимодействия с клиентами в принципе исключительно позитивные результаты и позитивные последствия и еще одна банальность это то что наш век наша эпоха это время клиентского опыта это клиентский опыт на сегодня является более важным чем цена и качество продукта он является по сути дела главным конкурентным преимуществом и бизнес понимает опять же любой бизнес что выигрыш завтрашних конкурентных сражений уже сегодня зависит от управления клиентским опытом и впечатлениями основным вызовом на сегодня является стремительное изменение внешних факторов то есть конкурентная среда она сама постоянно повышает клиентские ожидания соответственно они эволюционируют и очень важно быстро реагировать адаптироваться менять подходы к предоставлению услуг если вы хотите если мы хотим удержать клиента и в контексте этого очень важно отметить о том что существует новый новый как бы новая персона да новый потребитель миллениал который который формируя стратегию формируя клиентский клиентский путь работая с клиентом стоит стоит все время помнить что держать в голове портрет миллениала то есть он очень он отличается от прежних поколений это люди которые сверх мобильны для них быстрота в принятии решений быстрота в реагировании она очень важна это люди для которых опять же очень часто нематериальный опыт впечатление эмоции важнее чем материальные это люди опять же гости которые готовы активно писать отзывы которые пользуются соцсетями для которых важно мнение соцсетей отзывы и то что они видят поэтому работая с клиентами стоит помнить с кем вы работаете именно с какими персонами с какой персоной вы работаете и как же живет и что же делает хилтон вот вот в эти в эту эпоху эпоху клиентского опыта эпоху диджитализации но прежде всего хотелось бы сказать что мы всегда были новаторами и как говорит глава в области цифровых технологий джеральдин келпин инновация в нашем днк то есть принципе мы всегда были впереди планеты всей были лидерами и вели за собой нашу индустрию именно хилтон впервые придумал маркировку звездочками да которая показывала на на класс и спектр услуг которые предоставляют отели именно в хилтонах впервые появились телевизоры в номерах мини бары в номерах кондиционеры в номерах а впервые осуществлено бронированием по интернету а также было принято впервые именно в хилтоне строить отели прямо в аэропортах или недалеко от них таким образом развивая инфраструктуру и многое-многое другое и естественно мы хотим продолжать идти в этом ритме двигаться в этом ритме не сбавлять темп поэтому хочу снова процитировать джеральдил келпин о том что цель хилтона это использовать технологию для того чтобы открывать двери закрывать сделки и завоевывать сердца наших клиентов это абсолютная правда и что же помогает таким брендом лидером как хилтон таким огромным до компаниям быть первыми на рынке сегодня в области создания клиентского опыта самое главное это то что мы тщательно изучаем потребности клиентов и стараемся удовлетворить их раньше других сеть хилтон работает с огромным массивом даты данных это то что называется big data и которое мы получаем естественно в процессе взаимодействия с клиентами поэтому мы знаем о своих клиентах практически все мы знаем кто они что им нравится что не нравится во время пребывания в отеле и не только в принципе мы очень знаем много о их вкусах их пристрастия но самое главное это то что мы понимаем как трансформировать этот клиентский опыт совершенствование сервиса и и уровня удовлетворенности с клиентами и работая с данными мы понимаем мышление психологию клиента и его потребности которые опять же все время эволюционируют они не стоят на месте и тут как нельзя кстати процитировать конрада хилтона до основателя хилтона о том что никакое требование клиента не должно стать неожиданностью то есть мы должны настолько изучить мы должны знать мы должны проанализировать все все данные для того чтобы предвидеть идти на один шаг вперед наша задача предвосхищать пожелания вопросы и конечно же какие-либо проблемные ситуации собственно мы переходим к ценностям хилтона которые уже неизменно почти на протяжении ста лет в прошлом году собственно бренд отметил свое столетие и которые состоят вот из первых букв на имени хилтон и пройдемся по каждой из них первое это hospitality от эйдж гостеприимство она звучит как мы с истинным вдохновением обеспечиваем нашим гостям незабываемые впечатления от пребывания у нас это абсолютная правда и здесь можно говорить очень много о теме гостеприимства о том как реализуется эта ценность он я бы хотела остановиться как бы на нескольких скажем так с моей точки зрения важных и интересных о том что опыт должен быть глубоко персонализирован это очень важно потому что это создает эмоциональную связь и подтверждает понимание потребности клиента и здесь я бы привела его думал опять же какой пример привести потому что можно конечно же приводить очень много примеров со сферы битуси да когда идет непосредственно коммуникация с клиентом но я решила привести пример вот именно со сферой битуби бизнес бизнес и я как корпоративный менеджер как я могу персонализировать опыт своих клиентов например я работаю с разными корпоративными сегментами для того чтобы их опыт был персонализирован я должна знать их специфику я должна я должна говорить с ними на одном языке предположим я курирую такой огромный сектор как фарма соответственно общаясь с представителями с компаниями с бизнесами я должна понимать очень многие какие там процессы которые там происходят даже возможно какую-то их жаргонную лексику профессиональную лексику которые не используют я не должна переспрашивать я должна понимать о чем они говорят есть такое негласное скажем правило о том что когда в отеле происходит какое-то мероприятие фармкомпании по правилу не может одновременно происходить два мероприятия фармкомпании соответственно если я получила как менеджер запросы фармкомпании на проведение какой-то конференции и она уже подтверждена она уже есть и через какое-то время я получаю еще один запрос от фармкомпании то несмотря на мое огромное желание привести весь бизнес в отеле заполнить все свои конференц-залы я должна уведомить вторую компанию о том что у нас уже есть одно мероприятие готовы ли вы быть одновременно на одной территории с фармкомпании если как бы скажет компания да для нас это не проблема то я обязательно должна спросить разрешение у компании которая подтвердила свое мероприятие разрешаете ли вы можем ли мы взять еще одно мероприятие и здесь такой момент что например организатор со стороны компании он может забыть он может об этом вообще не подумать он может быть занят другими моментами это моя задача как менеджера который знает специфику знает правила об этом напомнить проявить проактивность и задать эти вопросы другой пример из корпоративного бизнеса например ко мне я обсуждаю контракты или обсуждаю условия с бизнес джетами да то есть компания которая которая занимается бизнес джетами для того чтобы я проявила персонализированный подход я должна знать их пожелания соответственно когда буду говорить что да мы сможем удовлетворить пожелания ваших клиентов я должна озвучить какие это поселение бронирование last minute в последний момент потому что бизнес джет может прилететь в любой момент маршрут может быть изменен и так далее номера будут предоставлены вашим гостям максимально дальше от лифтов потому что они должны быть максимально тихие да у нас в номерах трех стеклопакеты которые не не про сквозь которые не проникает звук и у нас в номерах шторы сквозь которые не проникает свет то есть моя задача опередить эти вопросы сказать что да мы знаем о ваших пожеланиях мы знаем о ваших требованиях и мы можем их удовлетворить и можно еще много-много примеров я перейду к следующему это программа лояльности я считаю что это очень важно для битуби сегмента иметь программу лояльности работы с ней естественно для битуси но и для битуби это создает тоже некий connection связь между клиентом и отелем это привносит элемент игры то что я отметила геймификация то что сейчас как бы очень модно тоже о чем все говорят но это действительно так это возбуждает человеке некий азарт накапливать бонусы становиться кем-то по статусу повышать этот статус обменивать эти бонусы это такая очень легкая ненавязчивая игра которая в принципе в которую по сути дела клиент играет но плюс он еще получает очень много бенефитов на территории отеля почему нет как бы это действительно очень приятно плюс если говорить вспомнить опять же о миллениалах вспомнить о мобильности о быстроте то с помощью нашей программа явности частности hilton honors это может быть либо мобильное приложение либо версия на компьютере то есть по сути дела все ваше путешествие у вас смартфоне а вы можете выбрать отель вы можете забронировать номер а вы можете забронировать даже номер номер если вы в каком-то были вам понравился например 303 номер в каком-то отеле вы можете сделать даже это вашем телефоне вы можете собственно с помощью вашего телефона использовать как его как ключ вы можете открыть дверь и зайти в свой номер это боже может быть вашей мобильной комнаты с помощью вашего смартфона вы можете контролировать уровень освещения шторы телевизор и так далее точно также вы даже можете не коммуницируя ни с кем в отеле при желании покинуть ваш номер сделать электронный каут точно также с помощью вашего смартфона в этом приложении то есть это то что сейчас на гребне волны это то что сейчас востребовано быстрота реакция быстрота реакции мобильность максимально упрощенная вот это все сервисы это то что позволяет сделать наше приложение и наша программа лояльности как корпоративный менеджер как битуби как я могу использовать нашу программу лояльности также очень много инструментов нам дано маленький короткий пример приведу опять же предположим какая-то компания заходит на рынок украины во всем мире они живут в сети отелей хаят у них у всех там уже сумасшедшие статусы по программе лояльности в украине им нравится хилтон они хотят у нас жить мы территориально им удобно но их смущает то что они не будут получать никаких бонусов бенефитов потому что они уже как бы там накопили кучу всего в хаяте а тут хилтон что я могу сделать как корпоративный менеджер я могу предложить им статус мэтч это безболезненный переход с одной системой лояльности на нашу систему лояльности то есть таким образом я сделаем и приятно они не почувствуют вот этого как бы такого трагичного перехода и смогут прекрасно замечательно пользоваться хилтоном только в украине абсолютно не давно не ощущая никакого дискомфорта так двигаемся дальше интегрити от буквы а добросовенность мы всегда делаем то что правильно в контексте добросовестности добросовестности я бы хотела сказать о очень разумном совмещении гармоничным технологий персонала и бизнес-процессов и тут конечно же нам в помощь наша hotel management system да то есть система которой которой мы работаем в отеле и наше серии то есть для того чтобы мы могли работать добросовестно мы должны вводить огромный массив данных в нашу CRM где отслеживать все наши истории взаимосвязи взаимоотношения с клиентами от каких-то мелочей до глобальных вопросов где мы можем посмотреть и вопрос и историю наших ценовых взаимоотношений и какие-то ну в общем все 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 абсолютно как бы есть у нас в доступе и яркий пример тому я считаю это великое благо когда вам может позвонить клиент и независимо от того он хочет забронировать один номер на одну ночь или же форум на 600 человек он может вам позвонить и сказать пожалуйста сделайте все как в прошлый раз и мы можем это сделать как в прошлый раз потому что у нас есть наши прекрасные системы в которой хранится все до меньшайших подробностей в мы можем поднять эту историю вот и сделать все как в прошлый раз или другая ситуация например компания проводит ежегодный огромнейший форум и в этом году какая-то смена кадров и новый человек поставлен курировать это мероприятие он может быть растерян он может не знать каких-то деталей может элементарно просто нервничать и что-то забыть и наша задача опять же предвидеть какие-то вопросы и сказать что вот смотрите прошлом году было так то так давайте обсудим мы сделаем это таким же образом либо немножко изменим и тогда опять же наш партнер он немного расслабляется он понимает что он надежных руках что сотрудники хилтона работают они знают свое дело и что даже если он забудет например о микрофоне для спикера то наверняка сотрудники хилтона вспомнят об этом они знают как это делать они знают свое дело и это очень важно чтобы клиенты чувствовали себя уверенно и спокойно вместе с нами идем дальше следующий пункт это лидерство он звучит как мы лидеры не только в нашей отрасли но и в наших сообществах я не буду останавливаться на этом очень долго просто хочу сказать что под эту ценность мы понимаем наше руководство понимает как только что мы должны задавать стандарты и не только в нашем отеле стандарты в нашей отрасли выходить за рамки отрасли за рамки нашей индустрии то есть мы я могу сказать по праву что все сотрудники хилтона все ребята которые работают мы амбассадоры нашего отеля и мы амбассадоры наших стандартов мы увидели как хилтон когда пришел в украину как он реализовывает стандарты свои у нас и соответственно мы идем дальше мы об этом рассказываем и мы стараемся повышать эти стандарты качества и в других сферах следующее буква t teamwork командная работа мы работаем как команда во всем что мы делаем я считаю что это вообще одна из самых важных ценностей потому что без команды и без командной работы вообще никуда то есть команда в команду надо вкладывать команду надо развивать команды надо заниматься ей надо уделять время а потому что команда и люди это это то что формирует вот это вот эмоции впечатления связи отношения очень важно естественно опять же здесь я ответ отметила два наши две наши системы в которых мы работаем в которых мы все как бы интегрированы в которых мы можем видеть работу друг друга я отметила то без чего команда работа невозможно это коммуникация это должна быть здоровая среда где поощряются вопросы где даются широкие развернутые ответы где люди не боятся задать вопрос если что-то непонятно а где коммуницируют и передают друг другу информацию где сотрудничают где доверяют друг другу и где берут ответственность если какая-то ситуация где у человека столько полномочий столько ему дается столько доверия что он может брать на себя ответственность в любой ситуации всегда независимо от своей роли и от своей позиции и добавил еще маленький вау-эффект он может проявляться в очень разных ситуациях расскажу просто как бы маленький опять же это абсолютно реальный пример у нас есть клиент который обязательно на завтрак должен съесть авокадо у нас в принципе в нашем меню на завтрак нет такой опции как авокадо но у нас не представлена ни на шведской линии в принципе как бы нигде ну если есть даже что крайне редко но для этого клиента это крайне важно а этот клиент это все огромной компании которая приносит хилтону очень большие бюджеты поэтому для нас этот человек важен для того чтобы эта авокадо появилась на завтраке у этого человека я как аккаунт менеджер должна каким-то образом узнать эту информацию я ее должна ручками внести в нашу сервис мои коллеги из отдела бронирования либо из отдела фронт офиса должны обязательно вывести эту ремарку тогда когда будет сделано бронирование или когда этот человек мы будем видеть что вот он заезжает через несколько дней соответственно мои коллеги из отдела ресторана должны тоже эту информацию вовремя посмотреть и отдел закупок должен сделать определенные закупки для того чтобы в ресторан было предоставлено это авокадо и соответственно когда наш дорогой гость приедет то на завтрак он естественно сможет получить авокадо это мелочь но это то что опять же формирует эту эмоцию это то что для человека важно мы исключительно для него это сделаем он это запомнит он это помнит мы это знаем вот и за это тоже он нас любит и это такой маленький пример проявления командной работы когда мы все заодно когда мы все вместе и каждый знает свою значимость в том сервисе который он поставляет следующее это ответственность мы полностью отвечаем за свои действия и решения здесь буквально два слова я остановлюсь на том что мы проводим онлайн опрос guest satisfaction survey с помощью такого ресурса как медали где к этому ресурсу есть доступ у всех сотрудников hilton то есть мы тоже можем либо приложение закачать себе на телефон либо же посмотреть его в интернете доступ доступ иметь каждый гость когда выезжает ему приходит маленький опросник где он должен обозначить каким был его опыт пребывания в киев да то можно по рейтингу звездочки поставить можно также есть поле для живого комментария и вот все сотрудники hilton читают эти отзывы я считаю что это просто потрясающе потому что опять же вот в эпоху цифровых технологий это настолько приятно знать что твой отзыв прочитал что твой отзыв прочитан и когда это негативный отзыв естественно как бы такие есть и таких немало когда тебе отвечает не какой-то робот автомат начать бот а когда тебе отвечает реальный человек мария братенко ваш аккаунт менеджер либо наш генеральный менеджер либо операционный директор мы действительно отвечаем и действительно реагируем и действительно предпринимаем действия то есть мы очень качественно работаем с отзывами наших гостей и естественно отзывы наших гостей это та пища которая питает нас и которая позволяет нам развиваться и становиться лучше и расти ну и последний это now здесь и сейчас мы работаем быстро дисциплинированно мы оперативно доставляем сервисы при этом мы не теряем в качестве здесь и сейчас реализуется шикарно в нашей программе реальности hilton owners когда очень все мобильно оперативно происходит здесь и сейчас реализуется просто сделала как бы несколько примеров опять же что доступно корпоративному сегменту сегменту b2b это meeting simplify если речь идет о небольших мероприятиях это все можно забронировать онлайн очень быстро без бюрократических огромных кип моментов с контрактами так далее опять же очень актуально в наши сегодняшние реальности к вида то что было выработано event ready это новый формат мероприятий конференции с программой clean stay то есть это усиленная программа по дезинфекции по уборке и так далее то есть это есть материалы которые можно ознакомиться у нас на сайте и так далее а вот в принципе программа clean stay для того чтобы гости могли себя чувствовать спокойнее зная что предпринимается максимум мер для того чтобы обезопасить их пребывание у нас в отеле даже еще не успела добавить в презентацию вот буквально на днях была выработана формат опять же презентация формат проведения гибридных мероприятий то что всего становится нашей реальностью сегодня да когда мы не можем собираться на большие конференции то есть это какой-то небольшие представители например в хилл в киеве они коммуницируют со своими офисами и со спикерами из других стран и вот такой вот гибридный формат мероприятия уже был реализован частности у нас в отеле и уже как бы разработана целая схема система со всеми со всей техника какая нужна и так далее и тоже как бы мы можем это реализовать то есть то что здесь и сейчас то что мы очень быстро пытаемся реагировать на запросы сегодняшнего дня и я часто сравниваю наш отель с огромным большим кораблем которому по сравнению например с маленькими какими-то яхтами лодками намного сложнее казалось бы менять направление своего движения развития до принимать решения но тем не менее мы стараемся и мне кажется принципе у нас это довольно таки удачно получается отвечать на запросы времени и то что я говорила буквально последний сайт немного о главном что вот для меня всегда было важно когда я только начинала работать да в принципе сейчас это всегда сделайте свое домашнее задание по отношению к клиентам когда вы готовитесь на встречу готовитесь к какому-то звонку постарайтесь узнать об этом клиенте чтобы опять же уже сделать какой-то связь чтобы сделать уже какую-то персонализацию построить активное слушание активно слушайте с искренним интересом вашего собеседника задавайте вопросы задавайте вопросы открытые которые будут побуждать вашего собеседника еще больше и больше делитесь вашей информацией что для меня было просто таким инсайтом последнего года оно звучит вот буквально на английском get comfortable with a little silence это пусть вам будет комфортно с маленькой тишиной с маленькой паузой то есть за когда вы задаете вопрос если повисла в воздухе маленькая пауза не спешите тут же сразу начинать что-то генерить какие-то идеи предположения и начинать говорить дайте этой тишине немного проникнуть вас вашего собеседника и ваш собеседник обязательно ответит на ваш вопрос и продолжится ваш диалог ну это что я верю что самое главное это эмпатия будьте заинтересованы будьте заинтересованы искренне старайтесь сделать как можно лучше а вот и я уверена что ваши клиенты будут довольны все будут счастливы все на этом все в принципе я заканчиваю вас здорово спасибо я немножко вижу что превысила лимит по времени поэтому извините всегда хочется много много всего сказать то у нас есть вопросы так что я думаю что ты зацепила презентации темы которые интересны участникам так первый вопрос у нас какие у тебя были такие нетривиальные запросы от клиентов да и как вы их реализовывали вот ты уже про авокадо рассказала может быть есть какие-то еще интересные кейсы которые которые можешь поделиться двух словах ну нетривиальных запросов на самом деле очень много и тут знаете как бы еще такой очень немного тонкий момент тонкая грань которую это все-таки конфиденциальная информация я не слишком много могу делиться но не называя имен и фамилий очень много есть и смешных ситуаций как то например вот у меня был клиент которому было очень важно жить ну предположим я скажу там 656 номере и я несколько вот два года я искренне верила что он любит этот номер из-за вида из-за того что вот он такой шикарный вот он так расположен и так далее а потом выяснилось что просто ему очень удобно когда он выходит из лифта поворачивать налево и когда мы ему дали номер направо по сути дела такой же это просто ну как бы было не совсем комфортно не совсем удобно не совсем привычно поэтому сказали пожалуйста мария пусть всегда будет 656 когда он выходит из лифта пусть всегда пожалуйста поворачивает налево вот на самом деле ну очень вы знаете честно даже так сложно как бы сразу сориентироваться но вот очень такой челлендж был вот провести вот это гибридное мероприятие потому что сами еще заказчики они были просто растеряны они не знали как это все сделать по зуму был синхрон по зуму который вводился в другую линию то есть часть сидели в наушниках слушали синхронный перевод часть слушали так плюс надо было работать они были перепуганы вот а наша была задача сохранять полное спокойствие и говорить что мы все знаем мы знаем как это делается мы сделали уже таких я не знаю сколько конференций хотя в принципе вот именно такой формат это тоже для нас был первый раз поэтому главное чтобы ни в коем случае ваши не переживания они не не почувствовал их клиент они не передались клиенту то есть вы всегда должны излучать спокойствие позитив уверенность и внушать это спокойствие позитив клиенту я подумаю честно говоря сейчас наверное может из вас тоже немножко переживаю каких-то таких вот каждый клиент он очень особенно и всегда много таких запросов да да согласен ваш спасибо еще вопрос как вы растите клиентоориентированную культуру сотрудников может быть конечно да но у нас есть такой тул такой инструмент как хилтон юниверсити то есть это наша такая онлайн образовательная программа то есть в принципе любой сотрудник который приходит в хилтон он должен пройти такой процесс довольно таки внушительный он бординга то есть это определенный набор семинаров которые должны пройти определенный набор тренингов это все отмечается то есть если как бы тренинги не пройденные и чар это все контролирует для каждого отдела он разный то есть для меня как для sales менеджера свой набор для банкетной службы это свой набор для ресторана это свой то есть каждый каждый есть некоторые схожие вот и конечно же для для всех наших отделов есть несколько обязательных как оффлайн у нас каждый год проходит оффлайн тренинги так и онлайн тренинги в это хилтон юниверсити именно по работе вот с клиентским опытом и ну и по работе с клиентами вот и плюс еще у нас есть такая же опять же возможность мы можем писать пожелания например если мы чувствуем что нам надо в чем-то вот как бы улучшить какой-то свой скилл да или вот мы видим в отделе что где-то есть какой-то пробел то мы в принципе можем опять же это коммуницировать нашему чару говорить об этой потребности нам либо приглашают спикеров либо мы находим этот тренинг либо какую-то программу то есть в принципе мы все время учимся 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 на все время из ход офиса приходится новые и новые тренинги которые мы должны обязательно пройти сертификаты которые мы должны получать и так далее то есть это все время без прерывное обучение персонала то есть никто не может приступить вот к работе не пройдя вот этот вот двухдневный обязательно бренд менеджмент бренд ориентейшн а вот и как бы сдать весь набор тренингов понял спасибо спасибо маш да и последний вопрос который у нас есть будем двигаться к дмитрию так коронавирус нами надолго как это повлияет на ваших клиентов и на вас то есть ну я так понимаю вопрос больше таки что изменилось изменилось ли что-то изменилось конечно естественно изменилось естественно к нам приезжать меньше клиентов это факт ну и не будем это скрывать естественно мы больше обратили внимание на локальные бизнесы на локальные компании и наш хед офис дал нам как бы позволение да на быть немного более гибкими в тарифах для того чтобы привлекать локальных клиентов и локальный рынок потому что с границами и с перелетами все очень неоднозначно это что касается именно проживания гостей естественно мы стали более лояльные по ценам тоже как бы мы не будем оспаривать этот факт то есть не не столь как бы возможно чуть эрогантно чем ранее в плане конференции изменился формат конференции мы сразу же отреагировали то есть мы сразу же перри форматировали в принципе как бы наши залы под то чтобы проводить конференции с учетом социальных дистанций а вот этих всех норм и требований а вот и вот как бы то о чем я уже упомянула то есть сейчас становятся популярные гибридные формат гибридных мероприятий это то что как бы тоже у нас уже есть уже был опыт проведения а вот ну я думаю что в таком формате то есть знаете как форума вот то что я упоминала о 600 человек и 500 человек конечно мы не ожидаем ближайшие я думаю что год так это точно то есть для нас сейчас мероприятие в 100 человек это ух громадное мероприятие то есть принципе да это наша новая реальность мы понимаем что это надолго ну будем значит будет так то есть в любом случае как бы мы соблюдаем эти меры мы мы не ну мы не игнорируем мы одни из последних открыли наш спа наш бассейн то есть мы все-таки придерживаемся всех этих стандартов мы считаем что это важно здоровье наших гостей это важно спасибо и последний вопрос который у нас есть и переходим к дмитрию каким образом данные клиентов в системе CRM вы соотносите с GDPR клиент может попросить забыть о нем бывало ли такое ну вы знаете нет такого не было в нашем опыте были очень были очень негативные отзывы с которыми мы опять же работаем опять же я говорю про наш отель возможно на мировом уровне в других отелях такое было у нас такого опыта не было но я не могу сказать опять же что мы слишком там навязчивы то есть это все как бы очень разумно то есть вот программа вообще в принципе система коммуникации с клиентами она построена довольно таки разумно и даже я я тоже как клиент хилтон да у меня тоже есть я заинроллена в эту программу у меня есть эта программка и хилтон со мной коммуницирует тоже в принципе как с клиентом я могу сказать на своем опыте что в принципе это как бы очень мягко и очень разумно все построено поэтому такого опыта нет но опять же я говорю про наш отель только хорошо спасибо большое маша можно еще последнее что если кто-то опять же захочет просто стать вот клиентом хилтон имеем заинролиться в эту программу то пожалуйста просто присылайте ваши email адреса и всех заинролем сможете жить по всему миру дай бог когда-нибудь будет полегче с нашим коронавирусом спасибо огромное так я передаю слово дмитрию лазученкову из эрциньянг дима спасибо большое что ты нашел время присоединиться и рассказать поговорить да на тему клиентского опыта страны до консалтинговой до компании эрциньянг что вы делаете как вы как вы это делаете правда очень интересно будет послушать тебе слово всем привет ну чтобы показать что такое консалтинг а сразу помогу марии ответить на последний вопрос гдпр дело в том что гдпр не является обязательным на территории украины поэтому собственно говоря и системы и персональные данные клиентов не должны как бы то ни было хилтным соотноситься и правило вот как право быть забытым невозможно и необязательно реализовывать на территории украины поэтому если к вам так с таким обратятся вы совершенно не обязаны это выполнять вот касается только если бы вы оказывали услуги на территории ес резиденту юросоюза тогда да но я думаю что это вопрос к тем отелям который там располагается вот вот это вот и есть консалтинг мы помогаем организациям вести бизнес становиться лучше развиваться помогаем быть в соответствии с какими-то новыми регуляциями компания эрциньянг наверняка многим из вас известно как когда из компаний большой четверки одна из тех компаний которые занимаются аудитом финансовой отчетности в каждой из компаний есть и практика по оказанию бизнес-консультации я возглавляю ее часть которая занимается консалтингом в области айти информационной безопасности в украине уже лет восемь вот и наверное сегодня Алексей сказал что как поделиться как мы обслуживаем наших клиентов опытом как быть хорошими в этом деле да наверное как это очень на этот вопрос очень просто и в жизни очень сложно да то есть нужно просто оказывать качественный сервис ну что такое качественный сервис каждый для каждого клиента это какое-то свое понятие вот и наверное как я думаю что не все здесь присутствующие консультанты так или иначе да и когда организаторы связались попросили о чем-то рассказать на этом мероприятии я начал думать о чем же интересно можно было бы рассказать вот исходя из того опыта и того что мы делаем как компания нашего бизнеса я хочу спросить меня хорошо слышно отлично вот и на самом деле так консалтинге штука сложная да то есть он бывает очень разным клиенты это очень разные и в общем то здесь как наверное есть много чем поделиться но интереснее как мне кажется поговорить о том что нового вообще есть в мире технологиях в индустрии что нового интересного вот технологичного что приносит нам какой-то новый клиентский опыт но новое взаимодействие новые ощущения и сегодня я бы хотел рассказать об одной новой технологии в одном новом решении которые с приходом ковида просто как взлетела по популярности особенно в сша вот и я думаю что это будет более интересно поэтому сейчас прямо я буду расшаривать презентацию скажите пожалуйста видно ли вам да я вижу смотрим пытались сделать full screen чтобы было удобно это все дело смотреть да есть плюсики поэтому я сейчас пошел full screen да отлично и расскажу вам про новый клиентский опыт который принесла новая технология под названием виртуальные агенты у меня предшественница вот по спичу рассказывала о том что не какой-то там робот отвечает на ваши вопросы а человек но все мы понимаем что человек имеет тоже ряд недостатка ряд недостатка во первых ему нам нужно платить зарплату во вторых он должен спать есть отдыхать поэтому организовать вот клиентское общение 24 на 7 означает что нужно иметь там как минимум три смены по 8 часов вот это все опять таки удорожает процесс обслуживания взаимодействия с клиентом вот соответственно в условиях пандемии человек тоже подвержен каким-то ну обстоятельствами может заболеть да ему нельзя ходить в офис и так далее когда у многих компаниях стал вопрос о том что же нам сделать эффективнее обеспечить своих сотрудников которые взаимодействуют с клиентами в том-то массовом взаимодействии с клиентами вот какими-то facilities которые позволят им работать из дома вот не ходя в офис или же попытаться построить бизнес-процесс таким образом чтобы клиенты получив новый клиентский опыт при этом не почувствовали себя ущемленными не лишенными чайского общения их вопросы решали по-прежнему эффективно но с использованием современных новых технологий решений презентация которую хочу показать называется на английском я не стал переводить потому что английский язык не всегда можно красиво перевести славянские формы new generation client experience the young human server построение лучшего клиентского опыта на основе виртуальных агентов кто такие виртуальные агенты наверняка многие из вас знают что такое чат-бот чат-бот это такая штука которая умеет общаться с человеком через по сути понятный человеку интерфейс либо принимая какие-то голосовые команды либо принимая какие-то обращения она по определенным образом как дерево решений подбирает соответствующие ответы да чем радует обратившегося в общем то это то что было на заре эры диджитализации двухтысячных годах потом произошла естественно эволюция появились уже персональные системы у вас у всех есть мобильные телефоны айфоны андроиды где есть сири где есть google now где есть не помню как у самсунга называется эта штука совершенно бесполезная вот то есть те помощники которые уже умеют анализировать вашу речь и основу и строить сложные запросы и давать какие-то ответы на эти решения но на этом эволюция не остановилась в 2020-х уже вот сейчас появились еще более новые и умные системы которые называются ритуальный агент они уже умеют общаться с пользователем на естественном языке для пользователей то есть не работают не по словарю не по подбору каких-то ну регулярных выражений а по сути на основании искусственного интеллекта анализируя речь человека и стоя уже запросы к системе основываясь на этом при этом они умеют строить сложные многофакторные ответы на вопрос а не просто подбирая какой-то конкретный из каталога решений они умеют применять машинное обучение для постоянного совершенствования таким образом набивая базу таких вот контактов с людьми они становятся все лучше и умнее и самое важное они умеют работать они не просто дышим какой-то ответ они могут выполнить какое-то действие этом это действие может быть сделано в системе либо же как через как уж извините поэтому это действие может быть сделано вот полностью имитирует действия человека в каком-то компьютерной системе пи اس через интерфейс они могут работать не так какой-то скрип да по сути рисовывая мышку, набирая текст в какие-то окошки и так далее. Естественно, можно делать интеграцию через API, но это всегда дороже и сложнее. То есть, грубо говоря, позвонив такому ассистенту на телефонный клиент банка и сказал очень просто, что меня зовут Дмитрий Назученков, кодовое слово от моего счета, допустим, Иннокентий, а номер карты у меня такой-то. Когда я хочу поднять лимит до 10 тысяч долларов в сутки, я действительно получу этот сервис, потом сделаю это молниеносно, и при этом меня не требует, мне не придется ждать ответа, потому что одна из основных задач этой системы это не позволять создавать очередь в ожидании. Потому что кому из вас незнакомо ощущение, когда вы ждете ответа оператора? И играет какая-то очень веселая музыка, которая бесконечно бесит. Мне кажется, минуты, проведенные за этим временем, останутся со мной навсегда, как совершенно бесполезно прожитое время жизни. За этим занятием. Что еще можно было бы рассказать про виртуальных агентов с точки зрения исторических возникновений и того, как они развивались? Сейчас это многомиллиардный рынок, в котором, в принципе, есть достаточно большая конкуренция. Затраты, потраченные на внедрение этих агентов, они уже превысили 1 триллион долларов по разным компаниям. Есть интересная статистика. То есть, 265 миллиардов пользователей в год регистрируются в хелп-деск различных организаций, то есть как кастомер. При этом 1,3 триллиона долларов потратили компаний на обработку этих запросов. Я имею в виду, это общая статистика, которая по рынку есть в мире. То есть, это то, чтобы понимали, насколько затратна функция обслуживания пользователей, клиентов. Мы сейчас говорим как внешних, так и внутренних клиентов. То есть, например, если с точки зрения IT-подразделения, то вы, как сотрудник компании, являетесь их внутренним клиентом. В то же время вы можете быть клиентом банка, тогда вы внешним. Соответственно, 30% от этой стоимости могли бы позволить сэкономить внедрение виртуальных агентов в качестве либо какой-то части функции, которые обслуживает клиент. При этом, что интересно, опять-таки, в контексте предпочтений пользователей, по статистике, 69% пользователей предпочли бы чат-бот, то есть, общение с нон-хьюман интерфейсом, из-за их способности быстро отвечать на вопросы. Любой из нас помнит ситуацию, когда каждый из нас помнит эти слова, которые врезаются в лоб человеку. Оставайтесь, пожалуйста, на линии, мне нужно уточнить информацию. И потом музыка пиликает еще 10 минут. Так вот, чат-ботам это время не надо, вам не нужно оставаться на линии. Все операции происходят мгновенно и молниеностно. Не это ли прекрасный клиентский опыт? При этом 35% потребителей хотят видеть больше компаний, использующих чат-боты, как раз, наверное, тоже по этой причине. Мы проанализируем различные статистику и есть рейтинговые агентства, прогнозные компании, которые дают интересную информацию. Например, каждое шестое взаимодействие в мире к 2021 году будет обрабатываться искусственным интеллектом. При этом 80% коммуникации между бизнесом и клиентами будет осуществляться через боты в течение следующих пяти лет уже. На 25% повышение операционной эффективности к 2025 году появится у организаций, которые предъявляют взаимодействие клиентами на основании артифического интернета и искусственного интеллекта. И порядка 1,25 миллиарда долларов такой цифры достигнет рынок чат-ботов во всем мире через менее чем за 10 лет. Значит, теперь давайте немножко более подробно посмотрим, что же помогают делать, да какие задачи помогают решать виртуальный агент. В первую очередь, что интересно, это то, что среди этих задач есть задачи, которые раньше могли решать только люди. Если посмотреть на определение виртуальных агентов, то звучит оно так. Виртуальные агенты – это, по сути, IT-система, построена с применением искусственного интеллекта, которая общается с пользователем на его языке и при этом умеет выполнять действия в информационных системах, давая возможность пользователю получить сервис и получить обратную связь. В принципе, если посмотреть на то, что делают службы поддержки сейчас, кажется, что это, в принципе, то же самое, что делают и люди. Какие существуют каналы взаимодействия? То есть, виртуальные агенты могут работать через веб-апы, через мобильные приложения, через электронную почту, через соцсети, по телефону, по разным мессенджерам, по каналам в Телеграме. То есть, в принципе, совершенно все современные способы взаимодействия доступны для этой технологии. При этом они умеют интегрироваться с совершенно разными системами, которые обслуживают бизнес-процессы компании, РПИ, СРМ, финансовая система, управление услугами, управление контентом. Если это банк, то, естественно, автоматизирована банковская система, в которой можно менять определенные параметры ваших банковских продуктов. И их можно использовать не только для обслуживания клиентов, чуть позже я расскажу, какие есть кейсы интересные в нашем опыте, но и для взаимодействия с партнерами, для помощи сотрудникам по различным областям их жизнедеятельности и так далее. То есть, из интересных особенностей или характеристик виртуальных агентов является то, что они умеют получать, они могут использовать совершенно одновременно многие и различные каналы взаимодействия. При этом умеют слушать и наблюдать за поведением человека и через какое-то время, когда модель научилась уже, искусственный интеллект включается, они учатся предсказывать и рекомендовать определенные действия еще до того, как человек смог эти действия даже озвучит. В центре этого слайда представлен кружочек основных задач либо основных свойств виртуального варианта, то есть он умеет отвечать на вопросы. При этом хорошо наученная модель умеет распознавать намерения и эмоции пользователей по голосу либо по стилю изложения самого текста. Они учатся у пользователей как любая от efficient intelligence модель, чем больше популяция, тем она умнее, тем она правильнее отрабатывает. Соответственно, чем больше обращений он обработал, тем умнее он становится, тем лучше он умеет общаться. Он умеет выполнять транзакции, то есть взаимодействие с другими информационными системами. Он умеет получать информацию и потом с ней что-то делать. Он умеет собирать информацию о пользователях, об их настроении, о их собирать, грубо говоря, невербальные параметры для того, чтобы получить больше информации от пользователей. И на самом деле, если решать эту задачу при помощи человеческих ресурсов, то есть живых операторов, то это делать гораздо сложнее, потому что придется тратить время на документирование каких-то формочек. Он умеет участвовать в диалоге на естественном языке. То есть не современных виртуальных агентах. К сожалению, нет возможности продемонстрировать в таком режиме, но был у нас интересный тест, мы пытались у себя в компании, когда по знакомству технологий, мы пытались через чат понять, с кем мы общаемся, то есть с ботом либо с человеком. И скажем так, ну, такой тест для своих сотрудников сделали. И на самом деле, это было интересно и весело, потому что порядка 30% случаев, когда люди давали ответ, что они общались с человеком. На самом деле, это был... Вот. Значит, теперь немножко давайте поговорим о том, где же вообще могут они применяться, какие решения, в каких областях жизнедеятельности, как правило, можно их применять, кроме, естественно, задач дистанционного обслуживания клиента либо контрагента. Значит, во-первых, это управление персоналом. Очень часто у вас возникает много вопросов к речарам, там, об отпусках, страховках, политиках, то есть все то, что вы обычно набираете, измените речар. Вот. Но сейчас это можно легко сделать, кстати, такая технология уже внедрена у нас компанией Вайли, внутренних нужд, когда виртуальный агент помогает нашим сотрудникам адаптироваться к компании, и, в принципе, готовы отвечать на любые вопросы, связанные с речарами, даже, например, действия информационной системы. Вот. Ну, рассылка регулярных уведомлений, там, обновление данных о сотруднике, это все тоже делается, может делаться автоматически. Вот. Значит, что, естественно, очень сильно снижает нагрузку на сотрудников функции реча. Управление продажами и маркетингом. То есть, здесь всегда можно как обеспечить проверку наличия товара, даты поставки, можно автоматизировать при помощи заказа через каких-то поставщиков, через контрагентов и так далее. Вот. Можно обеспечить поддержку продавца в цикле продажи, если это не магазин, да, просто в какие-то решения, то нельзя все в голове удержать, да, и поэтому продавцов обычно есть майндмэп, который подсказывает, что сказать в случае какого ответа, ну, это все можно сделать при помощи витального. Вот. Обслуживание клиентов, ну, здесь понятно, да, то есть всегда в процессе обслуживания возникает необходимость обеспечить коммуникацию, будет то для получения позитивных отзывов и для решения каких-то спорных вопросов. Управление контрактами, да, то есть это по сути управление как в неком смысле потоком документов, упрощение процесса создания контрактов, упрощение процессов заведения контрагентов, сбор первичной информации контрагентов, управление СЛА, выставка счетов и так далее. Ну, понятно, что отдельным огромным пунктом, где могут применяться ритуальный агент является IT-поддержка. Потому что IT-это непаханное поле обращений пользователей по различным вопросам. И здесь как раз даже не стоит на этом заострять внимание, потому что чат-боты, наверное, самый первый день внедрялся как раз IT-поддержка. И совершенно логично, что виртуальные агенты как продолжение этого сервиса нашли огромный спрос именно в функции IT-поддержки. Ну, такие разнообразные уже небольшие задачи по поведению командировками, по поведению календарю, доступ к корпоративной информации, по поведению критериям. Это тоже все то, что могут решать виртуальные агенты. Теперь ну, хочется пару слов сказать, о чем они вообще отличаются, какие они дают преимущество перед живым персоналом. Еще раз, я ни в коем случае не агитирую, что нужно всех уволить и поставить виртуальные агенты, но важно, что люди, как правило, хотят делать интересную работу, зачастую сотрудники колл-центра очень жалуются на то, что выгорает из-за рутинок, потому что отвечая на одни и те же вопросы, каждый день по 6 часов подряд можно сойти с ума. Поэтому, чтобы люди не сошли с ума, виртуальные агенты могут им помочь. И, в общем-то, основные три области, как их бенефит, их преимущество, это доступность, распределение ресурсов и использование информации. доступность в том, что на самом деле им не нужно кушать, им не нужно пить, в туалет ходить, им могут работать 24 на 7. И это прям очень хорошо экономит затраты, потому что иметь три смены по 8 часов гораздо затратнее, чем купить лицензию виртуального виртуального агента и настройки. Они исключают время ожиданий, потому что, по сути, как таковая очередь там возникнуть не может, потому что обрабатывается одновременно множество потоков сообщений. Они гораздо более эффективны, чем, собственно говоря, персонал физический, чем люди живые, потому что после развертывания виртуальный агент способен обслуживать любое количество в пользу. Они могут одновременно отвечать по различным каналам коммуникации. У них очень высокая производительность, потому что они могут выполнять активные задачи гораздо быстрее, чем живые люди. Что, собственно говоря, очень хорошо, потому что они могут таким образом высыпать время живых людей для того, чтобы они выполняли задачи интересные, более sofisticated. Естественно, это все приводит к сокращению затрат. И если говорить о сокращении затрат, мы рассчитали, что где-то в среднем от 20 до 60 процентов затрат стоимости FTE экономится на одном сотруднике, который заменяет виртуальный агент. безусловно, есть еще плюшки. Позволяет использование виртуальных агентов обеспечить прозрачность. Все журналы общения фиксируются естественным образом, потому что перед тем, как что-то обработать, виртуальный агент должен эту информацию записать и подать на обработку в мозг виртуальный. Соответственно, все журналы фиксируются, для этого не нужно делать отдельный фасцилит для записи информации и всегда можно сделать очень быстрый поиск и так далее. Соответственно, на основании журнала можно построить очень интересную аналитику в различных разрезах и таким образом улучшить клиентский опыт и узнать гораздо больше о своих пользователях, с которыми вы общаетесь. Дальше, что интересно, это виртуальные агенты не могут ошибиться. То есть, они могут ошибиться в интерпретации, поскольку пока что, к сожалению, лингвистические движки еще не совершенны, но они не могут ошибиться в выборе решений. То есть, сколько раз вещь-то у меня бывала, когда я там звоню куда-то и хочу что-то получить, какую-то консультацию либо получить какой-то ответ, либо что-то поменять, что, ой, извините, я тут неправильно вам подсказала, либо очень долго происходит процесс решения вашего вопроса, потому что как раз консультант либо не может выбрать правильное дерево решений, либо же не знает его, либо же выбрал неправильное, а потом уже как тяжело возвращаться в точку, с которой началось и так далее. Так вот виртуальный агент таких ошибок допустить не может, он действует по алгоритму. Вот. Ну и персонализация как еще один дополнительный бенефит это то, что виртуальные агенты, когда собирают данные о пользователях, их предпочтениях, они, грубо говоря, позволяют персонифицировать взаимодействие. притом сейчас об этом еще речи не идет, что они там умеют голос подстраивать, да, но я думаю, что в будущем не за горами то время, когда, звоня в банк, вы будете слышать тот голос, который вам нравится, с той интонацией, который вам нравится, с той скоростью, которая вам нравится и так далее. И это, ну, может быть, немножко футуризм, но это совершенно реальные технологии, которые могут быть внедрены уже в ближайшее время, чем, опять-таки, улучшат клиентский опыт. Вот, естественно, такие плюшки не могут остаться незамеченными и с точки зрения полученных преимуществ, очевидно, что повышается удовлетворенность клиента и увеличивается заинтересованность пользователей в этом решении, да, потому что всегда доступные информированные виртуальные агенты могут помочь повысить удовлетворенность пользователей. А наличие легкодоступного канала взаимодействия, который может выполнять ключевые задачи, может привести к большему взаимодействию с пользователями. А это всегда хорошо, потому что чем больше мы общаемся с нашими клиентами, тем больше мы получаем о них информации, тем лучше мы можем стать для того, чтобы они получали лучший клиентский опыт. Вот. Значит, я думаю, что может быть, было бы здорово как-то, если есть какие-то вопросы сейчас, ответить на них, а потом рассказать о интересных примерах использования. Если эти вопросы не касаются примеров использования, то было бы прикольно прямо сейчас поговорить с нашей аудиторией. Алексей, можем это сделать? Да, да, ну, на самом деле у нас на текущий момент есть вот один вопрос, он как раз, наверное, про использование, то есть вопрос от Лилии, какая компания в Украине есть, была или будет первой в использовании виртуальных агентов? Слушайте, я не знаю, какая была первой, но у нас в компании мы первую внедрили где-то года два назад, по-моему, вот, и я не уверен, что мы были первыми в Украине, а потом мы начали делать это уже как, ну, сервис, который мы продаем наших клиентам на услугу внедрения виртуальных агентов. И, ну, я бы не хотел называть своих клиентов, если честно, потому что не имею права, у нас договора не содержит положение конфиденциальности, к сожалению, в данном контексте. Но, если говорить там про американский рынок, то, наверное, года, четыре назад были уже такие первые виртуальные агенты, но они, собственно говоря, состояли как из композитных решений, это был чат-бот плюс прикрученный к нему движок RPA. RPA – это Robotic Process Automation, это робот, который умеет работать в приложениях через интерфейс, через участие человека. Ну, хорошо, тогда давайте расскажу немножко о том, где вообще и как компания EY по всему миру, ну, опять-таки, мы же не можем говорить про то, что мы не делали, поэтому у меня есть 9 небольших примеров, которые компания EY делала по всему миру, не только украинская команда, у нас команда компания большая, вот, в каждой стране представлена офисом, как минимум одним, вот, поэтому, ну, из разных секторов экономики мы постарались такие клиенты перевести, вот, первый, наверное, это госсектор, при том, такая интересная интервиальная задача, канадский национальный оператор банка крови, да, который, собственно, собирает кровь доноров и потом расстреляет по больницам, чтобы делать переливание людям, которые это требуют, в связи с с личными обстоятельствами, болезни, правы и так далее, вот, и у них была, ну, достаточно серьезная проблема в том, что молодежь перестала с ними взаимодействовать, а молодежь достаточно, ну, как наиболее перспективные доноры, да, потому что у них кровь дурит, вот, и они нуждались в экономически эффективном и круглосуточном доступе к демографически распределенной группе молодых людей, которые являются донорами, вот, потому что, я прошу прощения, сейчас я отклоню звонок, вот, потому что это, это, как донорская популяция, не была покрыта, они не приходили сдавать, и мы там внедрили решение, сделали разработку как виртуального помощника, который позволяет взаимодействовать с демографической группой доноров, доноров с 17-24 лет, оно использует донорские истории и другие способы для вовлечения доноров в цифровой форме, то есть в форме общения по различным цифровым было интересно тем, что оно было настроено на то, чтобы научиться классно общаться с молодежью, то есть оно применяет разговорные обороты специфичные для целевой аудитории, использует всякие тематические там подкаты, я бы так сказал, использует НЛП и машинное обучение для улучшения ответов и повышения производительности. То есть в результате был создан первый в мире чат-бот для донорских услуг, реализованного страница в Facebook с более чем 200 тысячами пользователей, успешно задействовал целевую демографию, то есть возраст и географическое распределение. У него он обеспечил классующую доступность и по сути целевой маркетинг этого центра банка кроликов. И это позволило им достаточно серьезно поработать с молодой аудиторией и усилив как бы это ни прозвучало увеличить приток крови. Значит следующий пример из сектора коммунальных услуг. То есть стояла задача упростить и повысить эффективность процессов поддержки клиентов электрической компанией. мы разработали виртуального агента для обработки обращения, жалоб и вопросов клиентов. Обучение виртуального агента было выполнено на 18 часто задаваемых вопросах и после этого виртуальный агент был развернут в фейсбук мессенджеры компаний. В результате после того как он был развернут измерили определенные показатели и выяснили что сокращение времени обработки обращений осуществилось то есть скорость отрика увеличилась с двух часов до одной и двух секунд. Для поддержки клиентов стало требоваться меньше людей увеличилось количество запросов клиентов гораздо больше количества запросов клиентов теперь может быть решено за то же время клиенты получают ответ мгновенно сотрудники могут полагаться на решение директорального агента и нет необходимости постоянного контроля ну и все это по сути привело к повышению качества обслуживания клиента и дало клиентам новый интересный опыт. Следующее а сколько времени у меня по таймингу осталось Алексей а то я может быть увлекся немного ну я думаю что стоит наверное лучше выделить там три проекта про которые поговорить потому что если девять мне кажется что это будет too much вот поэтому лучше сфокусироваться на каких-то самых интересных кейсах возможно еще у ребят будут вопросы поэтому я думаю что лучше три нет проблем тем более я же думаю вы сможете потом презентацию распространить выложить где-то на каком-то портале где участники смогут ее мы не будем ее от вас скрывать я вам ее пришлю по e-mail хорошо я бы даже какое-то голосование сделал есть коммунальный сектор цифровой банкинг стрелетельщики управление персоналом айти дистрибуция добыча производства и производство потребительских товаров в принципе два я уже рассказал остался один вот пользователи точнее слушатели проголосуйте какой еще кейс хотите услышать есть ответы там ну сразу первый ответ управления персоналом может еще кто-то ответит что наша демократия закричат пока пока больше ответов нету тогда будет управление персоналом ок значит это история из нашей жизни из жизни компании у нас есть такая чудо система которая поддерживает все процессы называется сабсаксэсфактус она большая неповоротливая тяжелого внедрения и так далее на самом деле мы от нее страдаем как пользователь вот и когда ее внедрили до этого у нас будет ряд простых систем а теперь потом стала одна большая и сложная и когда ну в процессе этого внедрения поменялось вообще все вот все теперь там не знаю все начинает от того как там как там себе цели на год сетапи ну в смысле как как получать оценку от руководства как создать какую-то статистику все поменял все стало совершенно иначе и в рамках этого внедрения компания в тех кто внедрял там HR поняла что нужно обеспечить какой-то простой надежный инструмент который бы помог пользователям ну как перейти на новый процесс и на самом деле HR у нас не так много в киевском офисе у нас там 600 человек сотрудников а HR допустим там 5 вот соответственно если бы если бы там все 600 человек начали одновременно звонить поскольку у нас есть определенная цикличность оценки там перформанса и так далее это бы произошло вот то наш HR бы там вот сидел бы вот так вот ничего бы больше делать не мог только с пользователями общаться вот а сотрудников в компании EY по всему миру по-моему больше чем полмиллиона поэтому это достаточно ну было бы колоссально этот результат для HR переходило опять-таки на эту систему централизованную во всем мире вот соответственно возник вопрос как отвечать на вопросы пользователей например как я могу что такое зачем это надо и так далее и команда EMI совместно с IPM разработала виртуального агента который использовал возможности платформы IBM Watson вот и у нее была зашита база часто задаваемых вопросов точнее были придуманы все возможные вопросы которые только могут быть по новому решению вот и учебная документация она вся эта она была преобразована в комбинации вопросов и ответов а потом уже учебная документация по этой системе как это обычно происходит то есть что-то новое появилось у вас в компании вам приходит такой талмуд нужно прочитать чтобы понять как это работает кто читал вряд ли кто-то всегда читал вряд ли все из вас всегда читали все инструкции ко всему данному обеспечению вот поэтому вот этот талмуд был преобразован в вопросы и ответы вот и потом загружен собственно говоря в этого виртуального помощника и была выполнена интеграция этого виртуального агента с нашей портальной системой SharePoint и собственно с Апс ССССР и заключается вот ну там был еще реализован ряд интеграций для поиска ответов на вопросы в нашей корпоративной базе знаний вот например можно дать ему там запрос найди мне пожалуйста коммерческое предложение для компаний энергетического сектора в области трансформации IT-процессов и оно постарается найти это вот в различных базах знаний которые есть у нас в компании вот ну и реализовано постоянное обучение этого агента то есть его модели искусственного интеллекта учатся и соответственно чем больше способ получает тем более точные снимаются ответы вот в результате за первые 40 дней а звать этого кстати это интересно звать этого виртуального агента Голди у него есть свое имя вот так вот за первые 40 дней было получено как не получено а осуществлено 653 тысячи с половиной разговоров точность ответов составляет примерно 62 процента что на для первых 40 дней использования модели это более чем прекрасно по крайней мере я бы сказал очень сравнимо с человеческими ответами вот сокращение и при этом количество в наш ну общий УПСО так называемый да общий центр обслуживания было сокращено более ну оно сократилось более чем на 30 процентов вот ну и в целом это позволило компания осуществить достаточно безболезненный переход на новое решение по всему миру и пользователи получили необходимую поддержку что опять-таки как является как нас как внутренних клиентов является очень позитивным клиентским опытом вот на этом я с примерами закончу есть еще много интересных и вы сможете их почитать самостоятельно вот более того я тут после как в конце презентации привел несколько слайдов как мы обычно там внедряем этих агентов да и что есть интересного поэтому если минутка рекламы и маркетинга если у кого-то есть желание там либо потребность в таких решениях то там же в презентации есть контакты звоните пишите поможем не даем вот а теперь вопросы и ответы если есть да у нас есть один вопрос как с вашей точки зрения вот виртуальный агент виртуальные помощники помогают да в построении успешного клиентского опыта в построении успешного клиентского сервиса ну давайте здесь вот разберемся что такое успешный клиентский сервис успешный клиентский опыт да то есть для меня как для ну клиента да важно чтобы что чтобы я всегда имел возможность получить ответ на свой вопрос да чтобы и чем больше вот время работы того отвечающего тем мне комфортно для меня важно чтобы я мог как можно быстрее получить ответ на свой вопрос, а потом неважно какое, то есть мне не приходилось ждать. Для меня важно, чтобы для получения на свой вопрос либо ответ на свой вопрос, либо для получения какого-то сервиса, мне приходилось сделать как можно меньше действий. То есть вот в принципе для меня лично это составляющая позитивного хорошего клиентского опыта. Алексей, а вот что для тебя хороший клиентский опыт? Ну, на самом деле я думаю, что ты назвал основные какие-то такие моменты, которые действительно важны. Я думаю, что критерии они очень сильно отличаются от того, о какой индустрии мы говорим, о каком взаимодействии мы говорим. То есть если я прихожу в машиномонтаж, это один будет, одни критерии, потому что у меня заранее есть какие-то уже ожидания, возможно, я уже был на этом сервисе, да, на этом... Ты хочешь, чтобы это было сделано быстро? Возможно, да. Ты хочешь? Не, ну, я обычно всегда хочу, чтобы было сделано быстро, чтобы колеса поменяли, это точно. Ты хочешь, чтобы это было сделано качественно? Конечно. Да, наверное, ты хочешь, чтобы это еще дешево было. Ну, окей, да. Я к тому, что на самом деле, ну, действительно, в зависимости от области действия, клиентский опыт по своей природе будет совершенно различным. Но при этом его базовые характеристики, важные для нас, они, в принципе, очень похожи. Мы хотим, чтобы было быстро, мы хотим не ждать, да, мы хотим точных ответов, то есть мы хотим качества, да, то есть неважно, чтобы это колесо было прикручено правильно, я потом не возвращался, да, либо же мы хотим получить, ну, с первого раза ту консультацию, которая нам нужна. Вот. И мы хотим по возможности, чтобы это все требовало от нас как можно меньше усилий, да. И это, в принципе, по большому счету, хороший клиентский опыт. Это то, что дифференцирует хороших сервисных организаций от остальных. Вот. Так вот, если говорить, вопрос-то в чем заключался, как именно, да, так вот, отвечая на как именно позволяет улучшить клиентский опыт. Вот. Все три этих аспекта, они улучшаются использованием виртуального агента. Во-первых, повышается скорость отклика, да, то есть мне не нужно ждать очередь. То есть, вот, Леша, ты когда приезжаешь на шиномонтаж, и там вот в сезон, да, перед первым снежком, там стоит очередь там до шоссе, ну, не хочется, да, не хочется ждать. И это плохой клиентский опыт. А хороший, ты приехал, и ты меня, вот, резину на зимнюю. Вот. И точно так же и тут, да, то есть это влияет на мой клиентский опыт, потому что я не жду очередь. Вот. Второе, это то, что я могу приехать на шиномонтаж в любое время, да. Шиномонтаж 24 на 7 для меня существенно интереснее, чем шиномонтаж 5 на 8, потому что я могу на работе задержаться, я в конце концов там могу, в принципе, не спится мне поехать что-то сделать, решать вопрос. То есть я могу решать вопрос в любое время, когда я хочу. Вот. И, наконец, третье, это качество. Ну, как, с качеством тут есть tricky point, потому что как на определенной этапе своей жизни модель учится, но когда модель уже научилась, вот, то она дает однозначно гораздо меньший коэффициент возможных ошибок, вот, в выборе правильного там варианта ответа либо правильного сценария действия, чем человек. Человек всегда подвержен факторам человеческим. Вот. Он чаще ошибается, чем машина, потому что машина питания по стольным агентам вообще не ошибается. Да, я как раз хотел сказать про модель обучения, да, потому что вот не хочется как раз вот в домене, да, этих виртуальных агентов, не хочется быть вот этим early adopter, да, когда на тебе отвечают модель, я вот общался с одним банком, да, через виртуального агента, и мне хотелось телефон разбить. Потому что на самом деле, да, тут не надо путать голосовое меню банка. Нет, это было не голосовое меню, это был именно чат-бот, который вот один из банков реализовал, и то, что я говорю, не было выхода, проблема была в том, что в этом чат-боте у тебя не было возможности каким-то образом выйти из этой ситуации, то есть ты, ну там, неправильный ответ дал, или там неправильный вопрос задал, но ты не думал, как выйти на реального человека или куда-то кому-то написать, и это прям было ужасно. Да, я с тобой полностью согласен, но то, что ты говоришь, это больше похоже на действие чат-бота, а не виртуального агента, потому что это означает, что у него есть сценарий, да, то есть вопрос сценарный. Да, абсолютно верно. Виртуальный же агент, это тот, кто работает на нативном в принципе, то есть у него нет сценария как такового, он, вот как, грубо говоря, как ты, либо я, подбирает ответ, основываясь на вопросе, вот, а не из каталога, не сравнивает каталог вопросов с каталогом ответов, вот. Да, ну на самом деле по поводу обучения, то обучение всегда происходит на колоссально больших массивах заранее подготовленных данных, так называемых датасетах, которые, ну, никто никогда в продуктив не запускает сырого агента, который с необычной моделью, просто потому, что это не имеет смысла, ну, никакая реальная жизненная нагрузка, она не позволит его обучить там в обменяемый срок, поэтому всегда учатся на каких-то заранее подготовленных датасетах. Да, 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 я согласен. Да, тебе вот представители HR-индустрии говорят, что спасибо огромное за рассказ, а вот какая примерная стоимость внедрения и от каких факторов она может зависеть? Ой, ну, по-разному, в первую очередь зависит от количества каналов, там, не так много от чего зависит, да, то есть, первое, это количество каналов обращений, то есть, голос всегда добавляет стоимости, потому что голос, это анализ речи, он для славянских языков, его нужно делать, по сути, ну, самостоятельно, да, словарей, движков очень мало, либо их нужно допиливать, особенно, если говорить про украинскую мову, вот, то есть, голос добавляет стоимости, добавляет стоимости интеграция с различными решениями, да, то есть, если мы хотим, чтобы там, по нашему обращению автоматом что-то происходило там, в какой-то системе, то эта интеграция, она тоже добавляет стоимости, ну, либо это там лицензия какого-то Blue Prisma, либо еще какой-то штуки, которая умеет работать с интерфейсом этого приложения, вот, и, собственно, решение вопросов, да, то есть, чем больше спектр задач этого агента, да, то есть, каких-то сценариев, которые он может выполнять в итоге, да, тем это дороже. Ну, по стоимости, опять-таки, от удивительного до потрясающего, да, то есть, на самом деле, он может быть внедрен за 10-15 тысяч долларов для решения простой задачи и может стоить там для, до миллиона долларов в случае решения комплексной задачи, там, по сути, заменяя весь функционал какого-то ОЦО для колоссально большой корпорации, которая обслуживает миллионы клиентов. Вот, и тут, ну, нужно общаться, как уже обсуждая конкретную задачу, подбирать стоимость. Вот как-то так. Да, был на мюте. Дим, смотри, еще ты упоминал IBM Watson, когда вы создавали свой первый чат-бот в Earth and Young. Ну, вот ребята спрашивают, да, все-таки, какой софт вы используете для программирования и внедрения ботов, агентов? Возможно, ну, после этого, да, у тебя был опыт, вы сталкивались с какими-то другими технологиями, ты можешь поделиться с участниками? Ну, вы в презентации найдете там архитектуры, ну, типичные архитектуры, вот я этот слайд показываю, если его видно, да, типичные архитектуры виртуальных агентов, которые мы используем, но опять-таки, это концептуальная архитектура, то есть мы применяем очень много различных решений, вот, различных технологических аспектов. в основном, у нас есть самописные движки, есть технологии, которые мы используем на стороне Microsoft, то есть Microsoft-овские когнитивные сервисы, это еще и технологии, которые позволяют обеспечить рабочее, как, ну, построение, собственно, модели Artificial Intelligence и распознавание текста, речи и так далее. Вот, а для того, чтобы работать с интерфейсовым приложением, мы используем как софт-класс RPA, это Robotic Process Automation, как правило, это технологии компании Blue Prism, которая является лидером, но не только, то есть все там зависит от конкретной задачи и решения. Вот, в принципе, здесь вы можете посмотреть на архитектуру, и, в принципе, понять, что мы используем в основном, да, ну, скажем так, команда разработчиков, она сидит у нас не в Украине, да, и, в принципе, у нас много таких команд есть, и в зависимости от конкретного решения, ну, конкретных задач поставленных клиентам, мы подбираемся от технологий, подтягиваем ту команду, ну, из мирового нашего большого E-VICE-сообщества, по разработке, которая занимается конструктором технологии, которая нам нужна для реализации задач наших субтитров. Понял, хорошо, я надеюсь, что, да, ты дал исчерпывающий ответ, плюс будет презентация, ребята смогут посмотреть более детально, кого заинтересует. Ну, кого заинтересует, вообще, звоните, пишите, контакты, тоже презентация есть, постараемся помочь с ответом, если интересно. хорошо, ну, вроде бы, как больше вопросов нет. Дим, спасибо тебе большое, было очень интересно, много информации, надо переспать теперь, подумать и проанализировать. Окей, тогда большое спасибо организаторам за то, что пригласили, Леша, было очень приятно выступить, вот, очень надеюсь, что стало, как, что я рассказал, действительно, что-то интересное и полезное. Спасибо всем слушателям, кто к нам присоединился сегодня, действительно, после окончания рабочего дня, поэтому, я, как, желаю вам всем получить удовольствие и от следующего выступающего и следующей сессии. Ну, и мои аплодисменты вам, тем, кто слушал. Всего хорошего. Спасибо, спасибо, Дим, тебе хорошего вечера. Взаимно. Так, друзья, давайте двигаться дальше. Я расшарю экран со своей стороны. Скажите, поставьте плюсики, видно или не видно, что я ориентировался. Так, да, плюсики есть, все видно, отлично. Хорошо, то есть, давайте поговорим немножко про клиентский опыт в Леве-9, да, как я уже сказал, мы несколько лет назад определили для себя, что на уровне, да, визии, стратегии мы хотим строить и совершенствовать, да, успешный клиентский опыт взаимодействия с нашими клиентами и немножко поговорим в этой презентации про то, как мы это делаем. Прежде чем двигаться дальше, хотелось бы, ну, в двух словах хотя бы сказать про нашу компанию, да, откуда вообще такое название Леве-9. На самом деле компании 15 лет и в 94-м году наши фаундеры Бернард и Мэнна, у них была идея создать компанию и когда они задумались о том, как же ее назвать, да, какое дать имя, то в 94-м году комета Шумейкеров и Леви вошла в атмосферу Юпитера и это было первое такое столкновение двух небесных тел в Солнечной системе, которые были видны, то есть оставили такой след, который был виден с земли невооруженным взглядом и, соответственно, вот наши фаундеры задумывались о том, что они тоже хотят создать такую компанию, которая будет оказывать какое-то влияние, заметное влияние в бизнесе клиентов. Отсюда взялось название Леве-9. В компании на текущий момент работает более тысячи сотрудников, мы представлены в четырех странах, это у нас хед-офис в Голландии, в Амстердаме, есть офисы в Румынии, Сербии и Украине. В Украине у нас два офиса во Львове и в Киеве и работает больше трехсот человек. В целом, если мы говорим про клиентский опыт, то стоит, наверное, подумать о том, что мир становится все глобальнее и глобальнее, и у наших клиентов появляется все более разнообразный выбор, к какому вендору пойти для того, чтобы реализовать какую-то свою идею, для того, чтобы отдать на разработку, на поддержку какой-то продукт, который уже существует и так далее. И, соответственно, когда есть такое огромное количество компаний, вендоров, которые представляют свои услуги, то естественно, что многие вещи, они как бы становятся похожи. Если мы посмотрим на портфолио компаний, которые представлены в Украине, в аутсорсинге, зайдем на их сайты, то многие вещи будут так или иначе похожи, написаны похожим языком, а не, наверное, так или иначе про какие-то одни и те же вещи и так далее. И, соответственно, в этом всем многообразии, успешный клиентский опыт выходит на первый план. Он становится таким триггером в принятии решения в отношении к тому, с какой компанией я хочу работать, кто будет моим партнером в реализации моей идеи, во внедрении моего решения и так далее. Если говорить о том, вообще, почему клиентский опыт успешный клиентский опыт нужен, зачем он нужен, почему он важен, то, естественно, есть огромное количество исследований, которые говорят и отвечают на этот вопрос. И самое важное, что стоит здесь отметить, это то, что в целом, предоставляя качественный клиентский сервис, мы можем ожидать, что клиент захочет с нами работать, клиент будет готов заплатить какую-то премиум цену за то, что он будет работать именно с нами. Тут как пример можно взять тот же iPhone, продукт сам по себе классный, но кроме этого он предоставляет огромное количество эмоциональных моментов, которые возникают во время использования телефона, его нового функционала, что позволяет нам создает желание купить этот телефон. Когда вы заходите в Apple Store в каком-то стране, в каком-то городе, то та забота, которая вас окутывает, то внимание, тот опыт, который вы испытываете в этом магазине, он позволяет компании Apple повышать цену и соответственно все равно рассчитывать на то, что продукт будет максимально популярным. С другой стороны, стоит отметить, что негативный опыт, он является таким разрушительным для бизнеса. То есть, если несмотря на какое-то огромное количество тех успешных каких-то точек взаимодействия с клиентом, одна какая-то ошибка, даже маленькая, она может повлечь уход клиента, уход пользователя с вашего сайта, приложения, клиент перестанет пользоваться вашими услугами и так далее. Если говорить в целом, то есть Маша и Дима уже затрагивали этот вопрос, что же такое клиентский опыт, что же такое качественный клиентский сервис, то с нашей точки зрения клиентский сервис охватывает все аспекты взаимодействия компании с бывшими, текущими и будущими клиентами, а значит это такая система, которая затрагивает каждого сотрудника, каждое направление деятельности компании. И тут тоже важный момент, это клиентоориентированность, потому что одно дело определить, что мы хотим быть клиентоориентированными на уровне визии и стратегии, а другое дело это то, когда это все реализуется на практике нашими коллегами, сотрудниками, членами нашей команды. Мы для себя в компании определили, что есть шесть таких столпов или краеугольных камней или элементов построения успешного клиентского опыта. И первый такой аспект это все-таки как я говорил это стратегия и мы на уровне компании несколько лет назад определились, что мы хотим отличаться на рынке таким качественным клиентским сервисом. хотим, чтобы у наших клиентов был максимально позитивный опыт взаимодействия с нашей компанией, с нашими сотрудниками. Он получал позитивные эмоции от взаимодействия с нами, от наших сервисов, от нашей работы. И мы понимаем, что достижение этой цели на уровне всей компании невозможно без вовлеченных и мотивированных сотрудников. И соответственно мы очень много делаем в этом направлении, мы чуть дальше об этом поговорим, чтобы каждый наш сотрудник был таким амбассадором компании и у него было достаточно инструментов, свободы, ресурсов и знаний для того, чтобы предоставлять этот качественный сервис нашим клиентам. Если смотреть на всю организацию в целом, то есть отклиленные вещи, которые помогают нам в построении успешного клиентского сервиса для наших клиентов и в целом я сказал, что начинается на уровне топ-менеджмента и у нас есть такая позиция в борде компании Chief Customer Officer, человек, который максимально ориентирован на заботу о клиентах, на предоставлении качественно успешного клиентского сервиса для наших кастомеров. Если мы говорим про локальный менеджмент в Украине, Сербии или Румынии, то мы определили для себя так называемые ОКРы и они естественно касаются разных направлений бизнеса в нашей компании, но помимо всего прочего там есть и цели связанные с Customer Experience, с построением выстраиванием успешного клиентского взаимодействия. И например, что это может быть к примеру, чтобы все наши клиенты в Украине являлись нашими суперфанами и рекомендовали нас своим друзьям, партнерам по бизнесу и так далее. То есть естественно это такая как бы Mission Impossible цель, невозможно реализовать за один год, но это такие амбиции, которые у нас есть как у компании, и мы соответственно пытаемся определить, что нам нужно сделать на уровне компании, на уровне взаимодействия каждого сотрудника, чтобы подобные цели стали реальностью. Что мы для этого делаем? То есть у нас есть такое понятие как Customer Team в каждом проекте, на каждом аккаунте, который состоит из представителей нескольких направлений, в частности там есть представитель борда, соответственно мы можем какие-то решения получать очень быстро, мы можем реагировать на какие-то запросы, изменения, эскалации со стороны клиента очень быстро и тем самым предоставляя этот качественный сервис. Как я уже говорил, мы выделили несколько таких элементов в построении успешного клиентского сервиса. Первый был внедрение осознание того, что клиентский опыт важен на уровне визии и стратегии компании. Второй элемент это так называемый Customer Understanding, то есть это понимание нашего клиента. Что мы для этого сделали? Мы провели фиркшоп с нашими клиентами и составили так называемую Customer Journey для нашего клиента, по какому пути он идет, когда взаимодействуют с нашей компанией. И соответственно на каждом из этих этапов мы понимаем, что нам важно ответить на вопросы, а какие вообще цели клиента на этом этапе, какие у него могут быть ожидания относительно наших каких-то действий, реакций, какие у него могут быть какие-то страхи, боли, какие будут точки взаимодействия в рамках этого этапа, кто будет осуществлять этот контакт, как сделать, чтобы эта точка взаимодействия, точка контакта оставила позитивное, приятное впечатление, как мы сможем потом улучшать этот этап, как мы получим обратную связь и тем самым улучшим в следующий раз взаимодействие с этим клиентом или с новым клиентом на этом этапе. что нам помогает в этом плане? Есть такое агентство, которое называется G-Arte, это голландская компания, которая делает исследования уже много лет на голландском рынке компаний, которые занимаются аутсорсингом, IT-аутсорсингом. То есть она каждый год проводит, компания проводит каждый год исследования компаний, которые представлены на голландском рынке, то есть у которых есть headquarters именно в Голландии, у которых при этом есть какие-то offshoring или несшоринг teams, команды в других локациях. И мы уже участвуем в этом исследовании, участвуем в этих исследованиях 9 лет, соответственно у нас накопилось огромное количество данных, что важно для наших клиентов, что им нравится, что им не нравится. То есть этот опрос он анонимный, но при этом мы понимаем, кто участвует, потому что мы предоставляем список клиентов, каких-то контактных лиц на стороне клиентов, с которыми общаются представители этого агентства. У нас есть большой массив данных, который позволяет сделать бенчмаркинг относительно других вендоров. У нас есть определенные комментарии со стороны клиентов, которые тоже нам помогают понять, возможно, кто это из клиентов. И в целом дают понимание того, что ценно для наших клиентов, а что нет. Мы знаем, кто из наших клиентов готов нас порекомендовать, а кто нет и так далее. это такое исследование, которое очень полезно и на основании этого исследования фактически мы можем постоянно получать, анализировать обратную связь от наших клиентов, помимо того, что мы общаемся с ними на каждодневной основе. Что касается общения на уровне аккаунтов, на уровне проектов, то мы тоже проводим достаточно большое количество встреч, виркшопов, цель которых не просто поговорить про скоп, обсудить какой-то отчет, какие-то риски, эскалации, а цель подобных виркшопов понять все-таки каковы бизнес-цели, бизнес-драйверы нашего клиента. То есть зачем ему этот продукт, зачем ему этот продукт именно сейчас или через год, какой цель он хочет достигнуть с точки зрения какой-то финансовой информации, какой цель он хочет достигнуть на рынке, как мы можем ему помочь, почему именно мы можем помочь и так далее, и так далее. То есть подобные вот мы называем Customer Understanding Workshop, такие вещи, такие виркшопы они помогают нам лучше понять ожидания клиентов, лучше понять как то, что мы делаем соотносится с их глобальным планированием на этот год, на следующий год и так далее. Где-то это схоже на Discovery Workshop, который проводят бизнес-аналитики, проводят многие компании на этапе старта проекта. мы такие вещи взяли из этого концепта определенные элементы и делаем это на постоянной основе с нашими клиентами. Если говорить еще про взаимодействие с клиентами, то я хотел бы еще остановиться на концепции пяти уровней доверия известного маркетолога Сета Година, который выделяет таких пять этапов построения доверия во взаимодействии с вашими клиентами. И первый этап называется ситуационный маркетинг. Идея в том, что если разбирать на примере, у нас сейчас есть клиент у Леви 9, это огромная компания с тысячами сотрудников, офисы в разных странах, и соответственно мы для них сделали один проект. При этом в какой-то момент представитель этой компании из другого направления, из другого бизнес-юнита каким-то образом узнал про нас. Может быть был какой-то у них митинг в компании, может быть была какая-то ссылка, может быть кто-то просто лично сказал о том, что мы делали проект с таким-то вендором. То есть в этот момент, когда он к нам приходит и говорит о том, что я про вас узнал, я про вас услышал, смотрите, у меня есть такая идея, расскажите мне, что вы делаете. То есть это вот такой первый этап ситуационного маркетинга, когда у вас еще нет практически никакого доверия со стороны клиента, у вас есть просто возможность, когда у вас появился контакт, у вас появился заинтересованный потенциальный клиент. соответственно следующий этап, на который вы переходите, на который вы хотите перейти, это доверие к бренду, доверие к бренду вашей компании и что происходит в этом случае. Это классический случай, у многих компаний так и происходит, то есть вы хотите, то есть клиент, потенциальный клиент, он ожидает о том, что вы расскажете ему про себя, про свою компанию, про то, какие сервисы вы предоставляете и соответственно ваша цель на текущем этапе сделать этот процесс максимально качественным, максимально эффективным, ответить на все вопросы, которые есть у этого потенциального клиента. И если вы это сделаете качественно, успешно и хорошо, то соответственно вы пройдете этот этап и клиент послушав вас скажет да, окей, звучит интересно, давайте двигаться дальше. Соответственно мы переходим уже на уровень таких персональных взаимоотношений конкретно с этими людьми, конкретно не знаю, delivery director или project manager начинает общаться с product owner, архитектор начинает общаться с архитекторами клиента и так далее. То есть мы прошли первый этап, второй этап и переходим на этап уже личных взаимоотношений, когда мы чуть лучше узнаем клиента, представителей клиента, мы чуть лучше узнаем их ожидания, их какие-то личные цели, их требования и так далее. Соответственно следующий этап он довольно-таки специфичный, потому что когда Сет Годин писал эту книгу, книга называется доверительный маркетинг, то там конечно же акцент на весь спектр индустрии, клиентов и так далее. Соответственно тут это больше применимо к B2C направлениям, к ритейлу например и так далее. Потому что идея этого этапа, когда вы начинаете предоставлять клиенту какие-то определенные клюшки, бонусы, баллы за то, что он с вами работает. То есть мы все знаем накопленные мили, какие-то баллы, какие-то программы лояльности и так далее. В нашем бизнесе такого гораздо меньше, но возможно об этом можно подумать и придумать какие-то вещи, которые будут важны для вашего клиента. Возможно это может быть какой-то дискаунт на объеме. То есть вы делаете этот проект и говорите клиенту о том, что смотри, мы сделали один проект, второй проект с тобой, если мы будем делать еще два-три проекта, то соответственно ты получишь какой-то дискаунт на рейт-карт, ты получишь какие-то дополнительные плюшки с нашей стороны. И пятый этап, это уже такой Сет Годин называет его внутривенным вливанием, когда он делает аналогию с больницей, когда вы приходите в больницу и полностью доверяетесь доктору и уже не задаете каких-то вопросов, вы просто рассчитываете на то, что доктор знает, как делать свою работу, сделает ее качественно и в соответствии с вашими ожиданиями. Соответственно, это тот финальный такой, самый высокий уровень доверия, к которому мы можем стремиться в взаимоотношении с нашими клиентами. Как я говорил, мы выделяем несколько таких элементов в построении качественного клиентского сервиса и один из этих элементов такой краеугольный это культура, которая проявляется в следовании каким-то ценностям, которые мы озвучили на уровне компании. Все вы наверное слышали это выражение, что культура есть стратегия на завтрак. Это действительно очень важно и мы в компании постоянно пытаемся подтвердить и нашим сотрудникам, и нашим клиентам то, что эти ценности, которые записаны слева, пять ценностей, они являются для нас очень важными, ключевыми и соответственно они не просто так звучат. Что важно, как я уже говорил, в построении качественного клиентского сервиса, это поддержка сотрудников, это правильный отбор и наим людей, потому что очень важно, чтобы тот человек, которого вы нанимаете в компании, он был близок вам по ценностям, не столь важно, знает ли он какую-то вещь или не знает, потому что это очень легко при наличии времени, ресурса, что-то выучить, получить какой-то практический опыт и так далее, но если человек по ценностям не соответствует культуре вашей компании, то никакие знания не помогут, он просто не вольется в команду, он в итоге принесет какой-то деструктив и в итоге пострадает команда, пострадает клиент, пострадает компания. Соответственно, дальше, когда мы нашли такого человека, то очень важно предоставить ему все возможности, которые есть в компании, это то, что мы делаем, то есть у нас есть академия, у нас есть возможные тренинги, онбординг, наверное, как и во многих компаниях, которые позволяют человеку развиваться и вот если у него есть какой-то нехват каких-то знаний, какого-то опыта, то важно помочь человеку получить это в рамках компании. И, соответственно, performance management, когда мы постоянно отслеживаем, как это, как происходит работа человека, что можно улучшить и даем ему какую-то обратную связь. Тут важный момент, который стоит отметить, что когда мы говорим про изучение наших клиентов, то я говорил про Gart, как компанию, которая проводит глобальное исследование на голландском рынке, на котором мы работаем, то у нас в компании мы тоже проводим исследование, которая проводит компания Effectory, оно ежегодное и это один из инструментов, который позволяет нам и нашим сотрудникам синхронизироваться относительно того, понятна ли стратегия движения компании, все ли хорошо у нас с IT-департаментом, есть ли какие-то непокрытые ожидания у наших сотрудников, есть ли какие-то вопросы, насколько им комфортно взаимодействовать со своим менеджером и так далее, и так далее, и так далее. То есть идея в том, чтобы не просто нанять каких-то людей, идея не только в том, чтобы дать им какие-то возможности для развития, но очень важно слышать сотрудников и предоставлять им возможность выразить какой-то свой фидбэк компании, менеджеру и тем представителям каких-то отделов и так далее. Это первый момент, каким образом мы стараемся построить вот такую клиентоориентированную компанию, компанию, которая работает на основании каких-то ценностей, компанию, у которой есть какая-то культура, которая поддерживается, развивается самими сотрудниками. А второй момент, я говорил о том, что мы проводим Customer Understanding Workshop, то есть мы проводим виркшопы с нашими клиентами, мы также проводим Customer Experience тренинги с нашими сотрудниками, на которых мы с одной стороны пытаемся объяснить, почему построение клиентского опыта важно для компании, для какого-то проекта, для какого-то каждого сотрудника нашей компании, с другой стороны, путем каких-то упражнений мы получаем обратную связь, а насколько вообще это все резонирует в умах, в головах наших сотрудников, насколько это все близко, или это все как-то настолько далеко, что имеется в виду, если у человека есть проблема с его менеджером, или проблема на проекте, где клиент не слышит, не хочет слышать какие-то пожелания, какие-то улучшения, где есть какая-то токсичная культура в команде, или токсичная культура на стороне клиента, или еще есть какие-то проблемы, то естественно, что тренинг, на котором мы говорим про клиентский опыт, про успешное взаимодействие, он не поможет, но с другой стороны, во время этого тренинга, выполняя какие-то упражнения, мы понимаем, что какие-то вещи работают, какие-то вещи не работают, и мы пытаемся каждый раз улучшаться, эволюционировать, и тем самым показывать нашим сотрудникам, что мы хотим услышать их обратную связь, мы хотим улучшаться, и тем самым делать компанию лучше, делать нашу работу с клиентами лучше, и делать целом компанию успешной. Каким образом это происходит, я уже это словами проговорил, в основном это связано с работой в соответствии с нашими ценностями, с нашей культурой, которую мы постоянно развиваем в компании. И такой вопрос или пожелание с моей стороны это подумайте про свой проект, про своего клиента, что вы можете сделать завтра или на следующей неделе, когда вы придете на работу, и какое изменение вы можете привнести в работу команды, работу проекта, во взаимодействии с клиентом, чтобы в целом клиентский опыт улучшился, чтобы взаимодействие улучшилось, чтобы клиентский сервис, который вы предоставляете, он был, скажем так, на ступенечку выше с каждым днем. Это наверное кратенько то, что хотелось рассказать. Какие-то более детальные вещи, к сожалению, не могу рассказывать, потому что они касаются непосредственно взаимодействия с конкретными клиентами, но я надеюсь, что я дал какое-то общее видение, каким образом мы делаем акцент на построении клиента ориентированной компании, какие инструменты и подходы мы используем и, соответственно, возможно, вы сможете это использовать у себя в компании. Всем спасибо и надеюсь, если у вас есть вопросы, смогу на них ответить. Так. я смотрю, вопросов нет. Да, как Дима уже говорил, мы выложим все материалы, все презентации, меня легко найти в фейсбуке, пишите, если будут какие-то вопросы. Всем спасибо и хорошего вечера. Спасибо.